у нас на бухарском языке есть такое слово очень человек очень очень это когда первый человек у вас что-то купил первый человек пришел и у вас что-то купил только вы открыли свой магазин пришел первый клиент вам дал деньги это на бухарском как называется очень чего говорит на русском точно это на русском но на бухарском мы говорим основном пачин это на русском тоже работает один человек он открыл магазин и у него есть такое правило такой закон когда я открываю магазин я не имею права никому деньги давать 1 пока мне кто-то деньги не поставить в кассу никакие долги они по не погашаю у меня говорит есть такое правило закона мидора это печать что пока я не поставлю деньги в кассу пачин я горит не имею права никому свет электрик пришел или пришли осел мне принесли товары никому я ничего не могу давать пока я сначала деньги не поставлю и все в рабочий вам сказал если я вас поймаю камера есть что вы кому-то деньги заплатили пока вы не поставили деньги в кассу от клиента я говорит вас выгоню с работы этот человек вам правильно поступает или нет он считает что если он начнет платить 1 это плохой знак для его бизнеса или есть такие люди в субботу вечером вот сегодня вы субботу вечером это начало недельной работы шаббат закончился сперва сегодня начинается работать есть люди они говорят пока я деньги в карман не поставлю я никому ничего ни копейки не дам потому что это будет плохо на всю мою неделю это правильно или нет религиозный человек пришел и он хочет работать в этом магазине он говорит что мне делать вот у меня босс он такое правило создал что я не имею права никому платить деньги пришли люди которые товары приносит мне рано утром они говорят что я должен платить билл а я еще ни одного почин еще мне деньги не дали он должен исполнять волю хозяина или это считается что он тоже нарушает что ты делаешь разные вот эти симоним это человек который владеет магазина он нарушает закон туры что ты думаешь что если ты сначала кому-то деньги заплатишь начале дня это будет плохо для твоего бизнеса это совсем неправильный подход и также написано что человек обязан погасать погасить свои долги нельзя человека держать если у вас уже деньги есть быстро надо ему деньги дать поэтому неправильно он поступает и если вы рабочий будете так себя вести как этот хозяин хочет вы кому-то вы ему помогаете что надо сделать вы знаете что надо сделать надо посоветовать этому рабочему чтобы он из кармана поставил в кассу доллар и сказать это подарок моему боссу что у него вот касса я поставил первый взнос это починно сегодня это говорит единственное то что мы можем посоветовать следующий вопрос одна пара мужчина пришли к доктору с какого месяца уже доктор может сказать если это мальчик или девочка четыре с половиной месяца четыре месяца пять месяцев пять месяцев и дальше это вы считаете четыре месяца беременная женщина они пришли к доктору это называется ультрасаунд он отставит какой-то крем и начинает показывает вот горького злова 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 длинные пальцы за они сказали доктор мы вас умоляем сразу мы вам говорим что мы не хотим знать пол ребенка не говорится нам это мальчик будет или девочка будет на иврите есть такая поговорка миши ба баруха ба кеки боша сасана ват боша они не хотят знать если это мальчик или девочка и доктор говорит у вас худохат будет все нормально и худохат у вас будет очень и очень здоровая девочка доктор сказал у вас будет хорошая здоровая девочка ага извините доктор мы вас просили чтобы она не говорите если мальчик или девочка и доктор им посылает билл они не имеют иншуранса они должны кеш платить или чек дать кредит-карт они говорят доктор за то что вы нам сказали если у нас будет мальчик или девочка мы вас просили этого не говорить у нас есть excuse что вам ни копейки не давать еще спасибо сказать что у вас не судим и но здесь так не написано это просто они могут сказать что они не заплатят или нет а или он должен получить деньги и так здесь написано рабай шалом ильяши ныне покойный рабай который прожил 102 года он скончался в тот же день когда этого мальчика бору парке один психопат нашел его разрубил клетки дэйби клетки в этот же день скончался великой рабай в израиле я рассказывал его рассказ как этот рабай родился как его мама сделала стирку соседка пришла порезала все веревки помните вы нет потому что вы здесь сколько ли уже с канагоги вы только пришли я вас не веню но мы уже рассказывали этот рабай говорит что вы обязаны доктору заплатить почему конечно он неправильно поступил что он вам сказал если это мальчик или девочка но он сделал ультрасаунд как надо правильно поэтому вы должны за его за работу заплатить но произошел другой случай с другим доктором один человек у него есть очень тяжелая болезнь он пришел профессиональному доктору и он говорит доктор пожалуйста скажите как мне надо лечить свою болезнь но умоляю вас ни в коем случае не говорите сколько мне осталось жить доктора в союзе никогда не говорили что у человека неизлечимая болезнь они говорили у вас все пройдет берите лекарства так делаете так делается но доктора не говорили у вас она злокачественный раз рак 4 с ней это степи через три месяца готовьтесь похоронный дом они такие вещи не говорили а здесь бахазур говорят вам осталось два месяца так что вы можете всю планету объехать пока еще не поздно кто сказал о чем он нет это напоминает не один рассказ как один человек доктор ему сказал ему осталось жить два дня и два месяца потом он горит доктор че умеешь он доктор спрашивает ну вот вам два месяца осталось чего вы советуете чего думаете за два месяца будете делать по хотите весь мир объехать или чего хотите он горит я буду жить эти два месяца моей тещи почему там один день как целый год проходит у меня когда вам плохо время очень было медленно идет когда хорошо время быстро мчится человек попросил доктора чтобы доктор не говорил сколько ему осталось жить доктор начал делать разные разные проверки он горит и должен это пить ты должен это кушать и это не должен кушать он мне очень больно сказать что тебя осталось всего лишь два месяца доктор сказал что ему осталось два месяца он должен доктору заплатить или нет в этом случае он не должен доктору заплатить почему потому что там ультра саунд он сделал все как надо но они не хотели быть любопытными не хотели знать если мальчик или девочка но здесь так как он узнал что ему осталось два месяца это его еще хуже сделает больным потому что когда человек знает что ему осталось очень мало самовнушение его быстро убивает нежели эта болезнь поэтому он попросил доктора не говорит сколько ему осталось доктор нарушил потому что доктор имеет право лечить но не имеет права говорить сколько ему осталось мы знаем сотни людей где доктора обещали и они еще прожили полтора года много людей мы таких знаем иногда они сказали точно когда мы даем слово детям на поминках они говорят доктор сказал что маме осталось трижи три месяца она еще год и девять месяцев прожила они говорят как доктор сказал именно столько она прожила и такие ситуации такие ситуации поэтому в этом случае так как доктор он ему всю надежду поразрубил и поломал поэтому в этом случае он не обязан доктору платить с первым задаем загадку есть одна митва который вы можете исполнить только когда вы сидите какая митва где вы можете исполнить только когда вы сидите что ему может занять когда заходит ха ха мудрец и вы должны перед ним стать если вы стояли вы уже не можете эту митву исполнить именно когда вы сидите зашел мудрец вы встаете перед ним вот тогда вы исполните митву а если вы сидите уже это, вы не можете эту мицву сделать. Я заканчиваю мои речи. Может ли умерший человек сделать хиду живому? В пятницу вечером мы говорим барахон на вино. Мертвый человек говорит барахон на вино. Такое вы услышали когда-нибудь? Гамарам Асехет Ктубон, страница 103, говорит Великий рабай рабью да носи. Был очень большой рабай. Он говорит, слушайте, когда я умру, я хочу, чтобы вы зажигали свечи, чтобы вы мне место на столе готовили, чтобы никто на мое место не садился. Потому что я буду приходить домой, когда я умру. И на самом деле рабью да носи, когда он умер, в пятницу ночью он приходил домой в субботние одежды и говорил своим домочадцам кедуш. Как может умерший человек, говорит кедуш? Умерший человек, он уже освобожден. Есть такой вопрос, когда человек умирает, его жена или она уже свободная женщина? Две вещи расторгают женитьбу, хотя на том свете они будут вместе, муж с женой. И преданная жена, она обычно остается и живет память со своему мужа, но если она вышла замуж, мы ее не имеем права осуждать. Тем более, если она молодая. но когда человек жене дает развод, она уже свободная, или человек умирает, его уже считается жена свободная. Все. Она уже не ищет ищ. Но что будет, если он умер и через пять часов он проснулся? Он говорит, фрейхо, мы уже войдем, но мы обратно он дам. Он заново церемонию хупу должен делать или нет? Потому что мы сказали, как только он умер, их женидба порвалась. Она может теперь выйти замуж, хоть она должна держать траур, но если, не дай Бог, не дай Бог, она взяла и с кем-то согрешила. Муж умер, через час она пошла и начала гулять. Не дай Бог, мы просто проносим пример. Она считается, что она замужняя женщина согрешила или нет? Она не считается замужней женщиной. Как только ее муж умер, она уже считается не замужней. Смерть. Но если, например, он очнулся, теперь, если он очнулся, значит, ты когда умер, уже твоя женидба порвалась. Заново надо церемонию хупу делать или нет? Это большой спор. Это то, что 92 дня мы ждем, это мудрецы постановили. Но если она пошла гулять с чужим мужчиной, ее дают ей смертную казнь или нет? Не можем дать. Конечно, мы на нее будем злые, мы на нее смотреть даже не будем, что она такая противная женщина. Но дать смертную казнь мы не можем, потому что она не считается замужней женщиной. Ее муж умер. Поэтому имейте в виду, что Рабью, да, на стиху, даже он умер, Гмара говорит, что он приходил домой в пятницу вечером, говорил, кидуш, но он же умерший. Тора говорит, святой человек, он считается живым, он не считается умершим. Следующий вопрос, у нас у евреев, скольки лет человек обязан митвы исполнять? Мужчина с 13, девочка с 12. У неевреев сколько заповедей есть? Рамбам говорит, есть народы, у которых 8 заповедей. Я вам говорил сегодня утром, что народы есть, которые обязаны исполнять 8 заповедей. И кто это? Это дети Аврама Вину. У Аврама Вину сколько было сыновей? У него было 8 сыновей. Ицхак, Авину и остальные еще 7. Ицхак был второй по счету. Вот эти дети от Хагар, от Катуры, они обязаны делать обрезание. Рамбам говорит, что у арабов есть 8 заповедей, потому что они тоже сыновья Аврама Вину и они должны делать обрезание, но они по-другому делают обрезание. Они только режут крайнюю плоть, но они не должны делать то, что называется прия. У нас, у евреев, мы должны сделать прия, у них только порежено и все. У них прия нет. Со скольки лет Гой он должен исполнять 7 заповедей? у них есть возраст или нет? То, что мы говорим 13 лет, это и евреям относится, а Гоимом с Катарским лет они обязаны исполнять заповеди свои. 7 заповедей. Говорят наши мудрецы, что когда уже у Гоим появляются мозги, имеется ввиду, он уже начинает понимать жизнь, даже если ему еще нет 13 лет или 12 лет, он уже обязан исполнять заповеди. Вы поняли, да? Значит, то, что 13 лет это нам относится. Гоимом это может быть даже и раньше или иногда позже, но откуда мы знаем, когда у него мозги появляются? Сегодня мы знаем людей 13 лет, вообще не похоже, чтобы им было 13 лет. Он как будто трехлетний ребенок, а есть люди 9 лет уже умнее, чем 13-летний. На этом я хочу закончить мои речи. речи.